В субботу, 30 июля, ливневка на Попово-Павловском с количеством дождевой воды вновь не справилась. Хотя чистят ее каждый год, сообщили в Дорожном комитете. Правда, говорят, техника, которую используют для прочистки, с силом уже не справляется. Приняли решение привлечь более мощную. Чтобы выполнить работы по усиленной очистке в этом году, еще в прошлом определились с финансированием. Данные машины не только производят очищение трубы путем гидродинамической очистки, то есть под высоким напором. Труба очищается, отбивается грязь, иловые отложения. Также происходит одновременная откачка ила. То есть грязь мы всю забираем с собой и вывозим на полигон. Процесс не самый простой. Осмотр показал сильную загрязненность участка протяженностью 350 метров. Помимо двух единиц техники, сотрудники работают и вручную, используя спецодежду. К слову, техника, которая сейчас есть на вооружении мэрии, со столь сильными загрязнениями не справляется. Проблему усугубляет естественный уклон местности на этом участке. Это самое низкое место. То есть все водные массы, стоки, дождевые, талые, весенний период в том числе, поступают вот в это место. То есть по проезжей части, естественно, уходит часть вода в дождеприемные колодцы. Но в пиковые нагрузки система, она в рабочем состоянии, но она не может принять однамоментно такой объем воды. После завершения честных работ в Дорожном комитете планируют проработать вопрос реконструкции ливневки на этом участке. Здесь хотят сделать дополнительные водоприемные колодцы и коллектор. Татьяна Голубева, День с толком. Продолжение следует...